В неделю по несколько раз отключают электричество. Перебои с электричеством, целом для всей Чеченской Республики, это какая-то норма. Для чеченцев нормой перебои были в 2000-х, в начале 2000-х годов, когда у нас только Россия нас оккупировала, везде блокпосты, все разрушено, эти трансформаторы все уничтожены, постоянное отключение воды, когда люди вынуждены сутками, неделями сидеть без воды, в процветающей республике, где наверняка поменены все эти водоснабжающие трубы, если вы же расскажете нам, что все в этой сфере, работа проведена, все сделано, реконструировано, но перебои с водой в чеченских домах продолжаются. Так, ладно, пока у нас время еще есть, я хочу продолжить свой батл с кадыровской пропагандой. И, значит, поскольку мы уже говорили о маршрутках, мы говорили о железнодорожных путях, о поездах, пришло время переходить и на другие темы. Так, сейчас, минуту, я вернусь к чату, перед завершением еще немного пообщаемся сначала. Так вот, смотрите, значит, иллюзионист, еще одна тема, которую я хочу, о которой я хочу тебя спросить. Я с 2017 года проживаю в европейских странах разных, я поменял несколько стран, я очень много квартир поменял, разные регионы, районы, и за вот эти 7 лет проживания в Европе ни в одной моей квартире ни разу не было отключения света, не было перебоев с электричеством. И причем за эти 7 лет я застал здесь даже различные катаклизмы в виде там наводнений, ураганов, гроз, ливней, и ни разу не отключался свет. В твоем родовом селе, я сейчас даже, если мы сейчас вот всю Чечню брать не будем, в твоем родовом селе Старый Атаги, которое является и для меня очень родным селом, так как у меня мать из этого села, в этом селе в неделю по несколько раз отключают электричество. Перебои с электричеством, в целом для всей Чеченской Республики, это какая-то норма. Для чеченцев нормой перебои были в 2000-х, в начале 2000-х годов, когда у нас вот только Россия нас оккупировала, везде блокпосты, все, значит, разрушено, эти трансформаторы все уничтожены. И тогда даже были предприниматели такие, бизнес-ребята, бизнесмены, которые, например, покупали большой дизель-генератор, ставили его и за какую-то там ежедневную сумму, они давали тебе подключить провод, ты прям с проводом толкни, значит, по деревьям, по столбам, вел его к себе в квартиру, тыкал его в розетку. Если у вас там получалось договориться с другими жителями, вы могли в целом в дом свой провести, там они базар питали. То есть было такое время. Свет там, где он даже был, он постоянно его отключали, в общем, люди вынуждены были ждать на такой случай отключения, люди покупали себе дизель-генераторы, либо, значит, с этими ребятами договаривались. То есть вот так мы жили в 2000-м. Проходит 24 года, все это время у нас правление Кадыровых, светлое время, если у вас спросить. Сначала отец, спаситель народа, после него его сын. Они, значит, умело, с вашей точки зрения, управляют республикой. И вот спустя 24 года у нас воз и ныне там. У нас вроде бы отремонтировали все трансформаторы, все электросети. Вот если спросить у вас, вы наверняка нам скажете, расскажете о километрах, сотнях километров кабелей, которые, кабелей, которые были, значит, заменены, что все эти электроинфраструктура в республике просто на высшем уровне, на это потрачены там огромные деньги, усилия. Вы наверняка нам об этом расскажете. Но почему-то свет в домах чеченцев до сих пор отключается. Люди сидят и вот ждут. Если не дай бог что-то случится, ветер, ливень, это понятно. Тут даже никто не спрашивает. Тут люди у нас относятся с пониманием. Ну ладно, там что-то случилось. Но и без этого всего у нас почему-то постоянные перебои с электроэнергией. Сколько еще лет этого светлого правления Кадырова нам нужно, чтобы вопрос с перебоями в подаче электроэнергии в дома чеченцев был решен. Чтобы этих перебоев не было. Чтобы вот на уровень европейских стран выйти, когда люди не знают, что такое отключение света. Сколько еще лет нам нужно? И сразу же вопрос с водоснабжения. В тех же нулевых у нас, если вода даже где-то шла, то она постоянно, были постоянные перебои, она останавливалась, не хватало давления куда-то там на пятый, она не поднималась, люди на втором там ведрами набирали, у соседей поднимали. А где-то она вообще не шла, люди с ведрами куда-то ходили. Вот так вот мы жили в 2000-м. Проходит 24 года светлого правления Кадыровых. У нас до сих пор перебои с водоснабжением. За 7 лет моей жизни в Европе у меня здесь ни разу не было отключения воды. Разве что за неуплату, если ты не будешь платить, тебе отключат. Так, чтобы тебе воду отключили, я ни разу у меня такого не... Хотя допускаю, что может быть, где-то там при... Если какая-то работа идёт, заранее уведомят, напишут, и там если её отключат, то её отключат максимум на несколько часов. Но постоянное отключение воды, когда люди вынуждены сутками, неделями сидеть без воды, в процветающей республике, где наверняка поменены все эти водоснабжающие трубы. Если вы же расскажете нам, что всё в этой сфере, работа проведена, всё сделано, реконструировано. Но перебои с водой в чеченских домах продолжаются. Вот ответь нам, пожалуйста, в твоём следующем видеоролике. Когда? Сколько ещё лет вам нужно? Сколько ещё, значит, лет Кадырову нужно оправить, чтобы проблемы с подачей электроэнергии бесперебойной и с бесперебойной подачей воды в чеченские дома, чтобы эта проблема наконец-таки была решена. Субтитры создавал DimaTorzok